Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим о логичных вещах, а это паспорта, серебро и миграция. В основном это для новых игроков и тех игроков, которые покидают королевство. Да, вы скажете, видео такие существуют уже, но на моем канале такого видео нету, и это нужно в принципе для тех игроков, которые улетают с наших королевств, кто играл с нами в команде. Многие игроки не понимают того, как это сделать, да? То есть у нас есть магазин Альянса, есть личное серебро, есть кредиты Альянса. Кредиты Альянса тратятся, опять же, на покупку всякого барахала в Альянсе, да? Опять же, паспорта те же самые, смены цивилизации, ну и так далее, в принципе, да? То есть это 100 кредитов Альянса, тысяч, да? Личных серебра именно, да, на покупку паспорта вы тратите 600 тысяч, получается. То есть в зависимости от того, сколько вам нужно паспортов, вы тратите кредиты. Также, если у вас недостаточно кредитов, вы можете продать, получается, свои вещи. Вот, допустим, как у меня есть, да, то есть нажимать, сколько вам нужно продать, да? 8 тысяч стоит, допустим, чертеж башмакижница, да? И так далее. Также вы можете продавать звезды, головы и талифлет, которые, кстати, добывать в экспедиции. В день можно добывать 3 головы, а это порядка 15 тысяч серебра, получается, да? Также вы можете добывать личное серебро во флагах, ну, строительстве. То есть есть быстрая стройка, есть медленная стройка. Вот, допустим, у нас тут медленная стройка есть, да? И есть лимит, само собой, кредитов, ну, вот этих вот личных своих, да, которые вы должны добывать. Максималка 20 тысяч, получается, да? Есть, конечно, и нарушители, которых мы сейчас исключим. Еще можно добывать, получается, за помощь, опять же, тоже 10 тысяч, да? В день, получается, у нас 45 тысяч, если не ошибаюсь, да? То есть 45 тысяч кредитов мы можем добыть, личных именно серебра, да? Вот. По поводу миграции, получается, да? Объяснение тем, кто не знает, как мигрировать. Нажимаем на глобал, справа, которое получается, да? И выбираем себе королевство. Опять же, тут зависит уже от вас. Либо вы рандомно будете туда прыгать, либо вы будете прыгать с разрешением короля. Желательно, конечно, писать королю, а это получается, во-первых, попасть на карту вам надо. То есть вот заходите на карту, да? Заходите на карту и сразу в центр переходим, получается. Нажимаем на храм, который у нас присутствует здесь, да? Вот тут стаффер какой-то король, получается. Нажимаем на него. Нажимаем на него и пишем в личку ему, там, туда-сюда, хочу мигрировать, да? Вот. Либо прыгайте рандомно, но это уже на ваш, так сказать, страх и риск. То есть, опять же, опять же, забыл момент. То есть, когда вы нажимаете на королевство, нажимайте на вопросик, что вам тут нужно сделать, да? То есть, галочки, это получается, вы уже закрыли те действия, которые нужны для миграции, да? Крестик. Целевое королевство сейчас нет в событии потерянной королевства. То есть, они еще в потерянном королевстве. То есть, тут есть период ожиданий, когда это завершится, и тогда уже можно будет попасть. Но, опять же, это зависит от того, где вы находитесь. В сезоне завоевания, либо вот внутренняя миграция. Внутренняя миграция, это означает то, что вы находитесь в одном сезоне. То есть, второй сезон, значит, второй сезон, третий, третий и так далее. То есть, да? В принципе, все. Я надеюсь, те игроки, которые не понимали, как это сделать, теперь понимают. Если не понимают, в комментариях они напишут. Если я что-то забыл, в комментариях люди заполнят, я думаю, все-таки, да? Помогут все эти действия решить и сделать. А мы с вами еще услышимся. До новых встреч. Пока-пока.